Так, друзья, всем доброе утро, приятного аппетита, кто смотрит мой YouTube-канал, а мой YouTube-канал называется Виталий Андреевец. Я рад вас здесь приветствовать. Сегодня у нас обзор мнения на тренажерный зал, фитнес-клуб, можно по-разному называть на самом деле. Это фитнес-клуб «Семерка», который находится в городе Гомеле по улице Каменщиква, 42А. Данный клуб работает с 8 до 22.00 и в субботу с Ксения работают с 10 до 20.00. Сегодня мы его посетим, посмотрим, какое там оборудование, проверим все по максимуму. Плюс я запишу свою тренировку, то есть вы посмотрите, как я тренируюсь. Я сейчас скажу, что сейчас нет возможности тренироваться полноценно, но уже с этой неделей я начну это делать. Поэтому буду выкладывать какие-то там ролики, может быть, в ТикТок. Шучу. Итак, первое, с чего мы начнем, естественно, это сайт, соцсети, как все оформлено. Посмотрим, так сказать, все изнутри в интернете. Вот, ребят, мы перешли на сайт этого тренажерного клуба. Ну, в принципе, здесь написано сверху, когда работают. Вот тут. Ладно, первую страничку глянем. Показывает, что все на английском языке написано. Ну, это тренд, я так понимаю, модно. Мы живем, а не в Белоруссии. Вот даже YouTube-канал у них, кстати, свой есть. Можем перейти, посмотреть. 33 подписчика. Повторюсь, что это является одним из топовых залов. Ну, скажем так, по слухам. Не знаю. Вот так. Вместе три года. Ну, видео тут, походу, не очень много. То есть, хотя, ну, такое. Такое, короче. Ну, видимо, подзабивают они на эти съемки. Ну, ладно. Одного. Даже в Одноклассниках есть у них профиль. Переходим. Здесь. Ну, посты здесь делаются, кстати. Посты здесь делаются, только непонятно какие. А, не. Ну, хотя вроде все по теме. Все по теме. Так, ладно. Продолжим по сайту смотреть. Так, что тут у нас есть? Клуб. Наши преимущества. Вот, это интересная, кстати, интересная позиция. Наши преимущества. Какие же тут есть преимущества? Так, подождите. Наши ценности. Располнение живописной зоне, вблизи озера. Наш клуб. Блин, что на нашу езжи это? Наш клуб сочетает в себе авторский дизайн, интерьер, инновационные технологии, индивидуальный подход к каждому гостю. Интересно. К каждому гостю. Приходя к нам, вы оставите за плечами стресс и суету большого города. Профессиональная команда семерки позаботится о вашей физической форме, красоте и позитивном настроении. Ну, это мы посмотрим. Так, тут что? Зона спа. Но это уже не буду зачитывать. Кто захочет, потом зачитает тренажерный зал. Так. Кстати, тренажерный зал. Это мне очень интересно. Поэтому наш тренажерный зал просто в странстве, где чувствует энергия спорта и движения. Блин, да что за фигня? Реализуются мечты в здоровом и красивом теле. При помощи тренажеров. Бла-бла-бла. Короче, понятно. Но вот это вот, конечно, перескакивание сделано не очень. Фитнес-кафе. В принципе, вот это все преимущество. Ну, немного. Немного. Фотогалерея. Фотогалерея. Поверспейс. Что тут, блин? Ага. Короче, вот так вот. Одни гантели пофоткали, короче, и все. Такое. Ребята, обновить фотки. Что-нибудь фигня какая-то. Общих планов нет вообще у нас что-то здесь. Я не вижу. Общих планов нет. Ладно. Галерея, кафе. Кафе даже есть. Кафе. Ну, понятно. В принципе, это как у всех. На самом деле. Блин, одни крупненькие. Кто им фоткал вообще? Не понимаю. Кто им фотографировал? Ну, да ладно. Нравится. Пускай ради бога. Так. Что тут еще? Поверспейс. Расписание. Все так красиво. Но интересно, это оттуда фотографии? Или нет? Мне кажется, это взятый из других источников. Ай-яй-яй. Так. Energy. Energy. Это тоже не оттуда сто процентов. Это сто процентов прям. Но. Окей. Что за релакс? Релакс. Релакс. Пилатес. Блин, такое ощущение, как будто мы живем не в Беларуси. Все на английском языке. Топово, топово. Все топово. Все топово. Ну, вот. Я думаю, что это уже опять же не оттуда вход. Хотя. Не точно. Я там не был, поэтому не буду говорить. Посмотрим. Ну, с платочной я не пойду. Так. Клубные. Клубные карты. Клубные. Клубные карты. One time. Вот это сегодня я, кстати, и опробую. 9.90. Ребята. 9.90 за одно занятие. Я вам скажу, что это не есть дешево. 10 рублей это нормально. Массажи тут все. Ну, то попросим. Кто захочет, посмотрит. Расписание. Расписание. Ну, я так понимаю, это на совместные какие-то занятия. Так. Ну, тут, в принципе, понятно. Ну, сайтик такой, конечно, относительно для меня не информативный. Он вроде и сделан как бы так норм. То есть, и выбор будет так быстро, но не знаю. Такое все своеобразное. Так. Посмотрим, что у нас тут в группе ВКонтакте имеется. Здесь то же самое. Все расписание открыто. Бла-бла-бла. Мотивация на ролики какие-то, как я понимаю, это с Ютуба. Да, это их же ролики. Фитнес, все дела. Тут спа-зона. Все круто. Тренировочки. Да. Так, что у нас по постам тут? Посты делаются. В принципе, это же группа жива. Сколько у них людей здесь? 3000. Да. Окей. Хорошо. Ну, и Инстаграм сейчас глянем тоже. В Инстаграме почему-то не видно, сколько подписчиков. Даже не знаю. Ну, как-то так. Короче, фоточки все красивые. Все без целлюлита. Поэтому. Ну, что же. Вы видели соцсети этих ребят. Поэтому сейчас поеду в зал. Позанимаюсь там. Запишу для вас тренировочку. Индивидуальную бесплатно. Вот. И плюс посмотрим, что за зал. Что он себе представляет. Стоит ли туда идти вообще. Может, есть какие-то моменты. И вы же, ребят, встретимся на месте уже. Итак, ребят, я нахожусь уже, в принципе, на месте дислокации. Вот. Сейчас пройдем внутрь. Посмотрим, что там находится. Как встретят и так далее. Ребят, не переключайтесь. Поехали. И перед просмотром видео, ребят, пожалуйста, еще раз, прошу, поставьте 100 тысяч лайков. Так, идем, короче, ребят. Вот такое здание здесь, кстати. Смотрите. Прикольное. Вот, я так понимаю. Семерочку. Ну, так все красиво пока что. Здравствуйте. Хотел бы в зале позаниматься у вас. Вы полю на сам что-то? Нет. Что? Просто камера. Что? А у тебя разрешение у нас? Какое разрешение? Ну, вот пришли. А вы меня снимаете? Вы получили разрешение у меня снимать? Нету камеры. У вас нет камер? А это что? Вот это? А, это работает. Не работает? А у меня тоже не работает. А, хорошо. Какое разрешение? Нет. Первый раз. Решил посетить. У вас есть анкета? Анкета у вас нужно заполнять? Зачем? Мои данные вам? Мы поднесли вам программу, чтобы вы были у нас зарегистрированы. Мы подаем вам карту, в которой вы проходите и занимаетесь. Ага. А если я не хочу заполнять, допустим? Ну, это условия нашего клуба. Что условия? Это условия нашего клуба. Это правила нашего клуба. А кто утверждал? Что? Кто утверждал? Наш руководство. Ваше руководство. А если, допустим, не хочу свою информацию подавать? Ну, фамилии, имя и контакты. Ну, это, конечно, могу, конечно. Все остальное. Медицинская информация обязательно. Так вы должны были вообще со справкой туда людей приглашать сюда заниматься? В сфературу мере. Не, я понимаю, я имею в виду, что если вот вы, я могу в принципе написать, что что угодно сюда, правильно? Ну, это же вы ответственны за ваши даты. Так а зачем мне писать вообще? Что зачем писать? Ну, зачем мне писать? Ну, здесь я могу просто оставить пустые места, правильно? Ну, пожалуйста, ну, вы будете ответственны за то, что вы... Ну, хорошо, хорошо. Давайте я заполню, хорошо. Заполнивай. Заполнивай, ребят. Так. В принципе, телефон только и остальное, там число рождения, я думаю, что нет смысла вам узнать у меня, правильно? Ну, фамилия у меня очень классная. Ну, да. Ага. Шею. Давайте, мерить. Хоть буду знать. Ну, пока у вас температура маленькая, поэтому мы будем перемерять ее. Я понял. Да мне будет нормально. Ну, будет нормально, пойдет заниматься. Может быть, оплата карты наличными? Просто наличными, разовую тренировку у вас покупали. Разовую тренировку индивидуальную или в зал? Просто в зал. Тренажерный зал. У вас есть там такой вариант, вроде бы. Ставший тренировка будет платить. Все. С обратной стороны. Что там? Ну, я не хочу здесь вспомнить. Покажите мне, пожалуйста, правила вашего клуба. Так, смотрим. Правила. Внутреннего. Кстати, на сайте у вас нет его. Почему-то. Что у вас на сайте нет? Что ему? Ну, вот условия, допустим, как я должен посещать зал ваш. На него не находится, у него сообщение. На сайте. Не обязательно на сайте тоже. Почему? Я хочу посетить ваш зал. И я прихожу, узнаю какие-то у вас новшества интересные. То есть, ни в одном зале такого нет. Но это незаконно, на самом деле. Скажу так по секрету. Можете передать вашему руководству. Незаконно что именно? Собирать информацию личную. Например. Хорошо, мы передали. Передайте. Я могу, в принципе, вам и отзыв написать. Если нужно. Если не услышат. Короче, понятно. Тут правила просто распечатаны. Без печати организации. Да, без печати организации. Ну, то и правила, вы знаете, могли сами, в принципе, создать себе и напечатать. Я могу тоже с таким правилом прийти. Здесь, пожалуйста, поставьте печать организации, чтобы была. Ну, если вы уже даете правила, да, считаете, какие-то? Вот, то есть, чтобы было. Такое пожелание от вашего клиента. Хорошо. Еще что-то? Все, все. Так, правило интересное. 6,90 только газа. 6,90 рублей. А, это да, у вас там, я видел, да. Пожалуйста. 6,90. Ваша сдача. Карта разовая. На выходе вы номер сдаёте. Сейчас снимайте верхнюю одежду. Одевайте бахилы. Далее я вас привык. Бахилы бесплатны? Да. Слава богу. А то пытается все навязать. Кстати, вопрос по залу. Я, допустим, сейчас пойду на зал. Да, у вас? Мне кто-то покажет, ну, где тренажевые уроки? Это, я не знаю, я вообще нуб полный. Покажет, да? Все. Хорошо. Хорошо. Так, это здесь, да? Да. Ага, я понял. Система. Так, окей, окей. А бахилы, кстати, где вот? А, вот, вижу, вижу. Используем чисто. Так, короче, да. Вы стираете, что ли, да? Я понял. А бахилы для чего? Типа, чтобы не умазать, да? Сейчас в среде сельскохозяйственных ситуаций в стране во вторых стол, грязь, масса чистоты. Для подтверждения чистоты. Я понял. Так, что, будете замерять сейчас, да? Да, давай. Давайте. Шею. Ну, вот уже получше. 37 есть? Если было 37, то... Не пошел бы. Типа, да. Так. Так. Первый этаж. Это ресепшн, петлоскарпе, раздевалка. Также на первом этаже находится такая раздевалка. Так. Ваша карта, это ваш огромный ключ на сегодня. Это проход через пермигель и закрытие шкафчика в раздевалку. Угу. Это вот раздевалка, да, получается? Это раздевалка мужская. Туалетная комната, перенажерный зал на третьем этаже. Угу. Дежурный инструктор вас зовут Валерий. То есть, если хотите, я могу вас провести, если нет, вы сами. Да я сам найду, думаю, что... Дежурный инструктор, как я уже озвучила, Валерий, он вам сделает водный инструктаж, так как вы первый раз, он вас ориентирует по залу. Я понял. Хорошо, а у вас кулер для воды есть? Для кулеров с водой у нас. То есть, у вас нужно покупать, да? Либо на баре вы можете привезти, либо с собой. Я понял. Окей, спасибо. Вот такая, ребят, раздевалочка здесь. Ну, все по фэншую, в принципе. Так, а что мне? Непонятно вообще, какой номер. Кстати, дали такую карточку, вот. Смотрите. Да-да-да. А какой тут номер? Фидезонет на посещение. Я так понимаю, что... Типа окей. Ага, вот так вот. Это душик. Ну, в принципе, все хорошо. Здесь тоже еще один, ребят, душ находится. Вот, смотрите. Здесь такое зеркало. Фен. Ну, аккуратно. Ну, ковриков, ребят, нету. Кто там боролся за чистоту. Вот, ковриков нету. То есть, голыми ногами нужно будет становиться на пол. Что, мне кажется, не очень гигиенично. Ну, вот, как видите, тут все по красоте, в принципе. Теперь, ребят, пойдем заниматься. Сейчас. Здесь везде по пропускам, короче. Голубки зеленые, короче. Посмотрим, что за зал. Третий этаж. Лифта нет. Сейчас постараемся найти какого-то тренера. Я не знаю, где он здесь находится. А вот, мне даже интересно. Он должен, по идее, быть на ресепшене, где-то сидит. Я не знаю. Ну, вот есть товарищ. Сейчас подойдем. А у него спросим, что к чему. Вот. Здравствуйте. Мне сказали, что вы здесь все покажете, расскажете, какая зона есть. С удовольствием. Пожалуйста. Вы можете тренера. Да, я первый раз ни разу не занимался в зале. Вот. И хочу посмотреть вот в зал. Оценить, скажем так, как новичок. Да. Пожалуйста, у меня тут Валера. Я тренер. Так, я понял. Здесь у нас кардиозона. Так. Дорожки, эллиптические тренажеры. Дело тренера. Так. Здесь находятся у нас силовые тренера. Вот здесь, да? Да. Здесь санцентрированные тренажеры для мышц ног. Так, я понял. Тренажеры на все гликумы. Это вот здесь, да? Да. Там дальше тренажеры. Ага. Чемы уходятся. Так, а так. Гравитон для подтягиваний. Так, я понял. Хорошо. Камни для жима. Угу. Так, хорошо. Хорошо, в принципе. Пояса у вас есть. На пульсе идет только свое, я так понимаю, да? Приносить нужно? Да. Я понял. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, спасибо. Все, в принципе, пояснили. Да, если какие-то вопросы, смело обращайтесь. Я вам подскажу. На пульсе тут тренируйтесь. Добро пожаловать. Благодарю. Благодарю. Все. Вот, пойдем, ребят, тренироваться. Короче, музыка такая, громковато. Конечно, звучит. Но, тем не менее, я надеюсь, что я что-то вытяну отсюда. Сейчас на кардиозону. Маленькая разминочка перед занятиями. Потом продолжим заниматься. Так, сейчас, кстати, покажу вам зал немножко, чтобы вы примерно понимали, что здесь есть. Вообще, я так больше показал, конечно, но, тем не менее, будет интересно посмотреть. Людей немного, кстати, но они есть. Вот, ребят, зал, короче, такой, смотрите. Ну, фотки, в принципе, идут такие вот. Пролечу, кстати, пролечу по залу. Есть какая-то такая вот зона тоже находится, кстати. Колоночка играет с музыкой. Здесь все такие шарики. Разднемся, глянем. Специально, ребят, все для вас делаю. Поэтому оцениться лайкосом. Вот, ребят, такие тут уже всякие штуки. Гантельки, короче. Гантели, в принципе, аккуратные. По крайней мере. Пройдемся здесь тоже, посмотрим, что по весам тут. Что за фирма. Кто шарит, напишите в комментарии, ребят. Тут нормально. Такой наборчик, как я понимаю, уже сразу зафиксированным весом идет. Вот написаны все эти какие-то моментики тут. Все такое, все по фэншую. Все, ребят, по фэншую. Моя любимая скамья для жима. Так, даже, смотрите, полотенце есть у нас. Еще бы не было за такую цену, ребят. Хотя, кстати, до 15-30 еще нормально ходить в зал. сейчас разомнемся, полетим дальше. Как размерись на беглой дорожке. Сейчас будем продолжать тренировочку. Мой любимый джим лежа. Кстати, как утверждали на сайте, есть красивый вид с окна. Сейчас мы его зацелим, кстати. Вот, ребят, смотрите, какой здесь вид. Вот, смотрите. Я не знаю, окна грызноватые здесь, Но здесь есть еще другой вид на балкон чей-то. Ну, так, в принципе, да. Сбегаю дольше смотреть, что если на балконе смотреть, в принципе, все хорошо. Вот, пойдем, короче, дальше. Пойдем, ребят, дальше. Лицо мое не видим. Вот, прибор сейчас увидел. Отлично. Будем тренироваться. Вот, здесь, видите, не жака, так хорошо носительно, то есть, я еще немножко разомнусь, и будем начинать тренировочку. Попробуем, попробуем их грифы, какие они там общие. Ты можешь заниматься, да? Вместе поделаем, что ли? вот так, ребят. У меня сегодня, ребят, сегодня легенькая тренировочка, поэтому на ИСА не будем ходить, будем заниматься очень простенько, максимум до 135 килограмм, то есть, это не будет прям, первые, третьи тренировки они должны прям быть. Три-четыре подходника сделаем, и будем дальше работать. Так, сейчас разомнемся немножко. Ребят, сразу первый момент, по поводу скамьи. Я не знаю, то есть, сегодня много не будем нагружать, но мне кажется, что пауэрлифтерам здесь не место, потому что вес 200, может быть, еще нормально потянет, 250 уже будет, мне кажется, стремноватенько. Ну, это так, мое замечание, чисто наблюдение. это зал фитнеса, наверное, поэтому вот так, но аудитория сужается, конечно. Сразу вам покажу, ребят, смотрите, какая скамья. Вот так, есть такая. Сейчас попробуем, короче, еще замутить. Пока, ребяточки, разминочка идет у нас. Ну, конечно, скамья такая специфическая. Непривычно мне заниматься. Поэтому вы через сколько будете делать? Через сколько времени будете делать? Ну, быстро доволен, через минуту. Через минуту? Хорошо. Сейчас через минуту лапсик. Просто, чтобы вы посмотрели. Я мощу. Так, ребят, в принципе, 140 сделали. пошло тяжеловато после месяца реабилитации. Думаю, что это дело времени. Но, опять же, после всех моментов веса эти больше 150 уже не будут, к сожалению. Рекордом стоп. Вот, поэтому будем заниматься для здоровья. Так, ребят, сейчас будем приступать к жиму на наклонность камье. Поработаем немножко вверх к груди. Соответственно, тоже три подходика небольшим весом на 10-15 повторений. Вот. И ну, это как бы обзор и тренировка. Соответственно. Делаем еще два подходика и пойдем по тренажерам посмотрим. У тебя еще тренажерочки есть. Вот. Интересные. Вот. Бицепс-трицепс сделаем. Плечки там какие-нибудь такое, не знаю. Так, ребят, сейчас идем делать бицепс. Поработаем немножко с гантельками. Вот. И посмотрим бицепс. Там, наверное, набор на тридцать пойдем заниматься. Вот. Наборчик тут вроде есть по гантелям. Сейчас посмотрим, что у нас получится, честно говоря. Так, ребят, как обычно три подходика я сделаю бицепса, три трицепса. Вот. И пойдем сделаем плечики. Наверное, возможно, ноги еще на тренажерах сделаем. Ну, такое, легенькое-легенькое тренировочка будет сидеть. Потому что не хочется затягивать видос сделать максимальное ужатое, но это, как обычно, не получается. Вот. И сделаем еще все один подходик с двотасочками. Вот. И посмотрим, как у них тут блоки работают. Вот. Ну, дантели, в принципе, хорошие. Скажу так, заключение, заключение, ребят, я скажу, в конце, естественно, как обычно. Поэтому дождитесь до конца видоса. Вот. Посмотрите. Заодно, может быть, для себя почерпнется какая-то информация полезная. Вот. Ну, а я погнал делать трицепс. Так, сейчас сделаем трицепс. на каких-то блоках, я не знаю, только на каком. Вот, кстати, есть вот блоки. Сейчас возьму воду и пойдем посмотрим. Вот, ребят, такой блок. Короче говоря, здесь можно заниматься. Здесь на тренажере уже с первого подхода я взял сразу практически половину. Сейчас повесим чуть побольше и продолжим восемь-десять повторений, потому что это чисто водная тренировочка. Такая чисто по трению мышц, чтобы не атрофировались. с учетом того, что мое тело не подготовлено к этим делам сегодня силовым, вот, я уже не балуюсь весами, поэтому соответственно для меня этот вес относительно нормальный. разогнаться будет маловато. Внутри тренажерах нету, сразу говорю, как есть. Вот, ребят, с лицей мы закончили. Сейчас посмотрим, где же тренажеры для плечей, чтобы сделать нам плечики. так, так, для плечей. Это делать это трицепс, плечи у нас тут кстати, где это бицепс. Ноги, ноги. Так, она такая. Для плечей кстати, я не нашел тренажерчика, поэтому придется наверное гантелями пилить, как обычно, короче. Ну, к большому счету ладно, как есть, так есть. Что же поделать. Будем работать с гантелями, ребят. поработаем короче гантелями на плечи, на задние. Модель на средние дельты и на задние дельты, соответственно. Сразу можете зал посмотреть, где-то чего. Там очень интересно. Зал большой, но кстати, есть моменты планеты на взрослых. По-моему, можно было пошире поставить. Ну, не знаю, в конце все выводы, ребят. Так, ребят, еще заключительный подход на средние дельты делаем. Ну, вот. Опять же, гантелями по 12 килограмм, не больше. Ну, задние, наверное, все-таки не буду делать. Сейчас пройдемся по ногам чуть-чуть. Буквально сделаем сгибание, там все дела. Разгибание, наверное. Разгибание тут сделаем. И все достаточно будет. так, ребят, нашел этот тренажер. Сейчас сделаем на нем пару моментов. Вот, прикольный тренажерчик, регулировок очень много на самом деле. мне с первого похода понравился. Так, и заключительный принцип отходить на ногах и пойдем на двиговую дорожку. Там потренируемся. А вот сделаем такой заминочку. Но я, честно, подустал. Тяжело мне с ней заниматься, плюс не заниматься вообще ничем особо, поэтому будем входить в тонус, так сказать, тела и духа. Если вы замечаете, да, то лампы не все включены. То есть, либо ребята экономят, непонятно. Могли бы уже все лампочки включить. Но, возможно, это просто экономия. Это я не презираюсь, ребят, просто как есть то, что вижу, то и говорю. Ну вот, ребят, мы закончили тренировочку небольшенькую. Много было разговоров, конечно, но на самом деле вот так получается в турзале иногда. Больше это, скажем, обзор, тренировка. Как-то так. Потом сейчас ходим еще в туалет, посмотрим, как там все дела. Погнали. Я понял. И как всегда я попал на уборщицу. Убирать сейчас нельзя в туалет попасть. Сейчас подождем вот так, ребят, убирает здесь. Вот, смотрите. Можно, да? вот, ребят, такой туалет здесь. Вот, смотрите, вот, всякие штуки. График с карандашиком. Вот, ребят, карточка кстати не работала, не показала какой у меня был шкафчик. На входе штукенция, которая стоит тоже сама не показывала, пока администратор не разобрался. Ну, это такой из заметочки, скажем так, человек, который не тренируется иногда в зале. Вот. Сейчас проверим фин, как работает, не работает. Посмотрим. Вот, ребят, фин. Короче, можно тут подсушиться, короче. Он так пахнет, как будто бы кто-то курил у него. Вот, ребят, смотрите. Ну, в принципе, в принципе, работает, поэтому тут вопросов нет. вот это, ребят, штукенция, которые говорили. Идем. Все вам отдавать для этого штукенция. А, кстати, вопрос. Вы несете ответственность за то, что у меня в карманах было? Нет. Почему? А где у вас написано? Не написано это. Перед гардеробом. А если, допустим, я не хочу, ну, то есть, оставлять верхнюю одежду? По правилам клуба, тем более, коронавирусная инфекция, сейчас сами понимаете, нестабильная ситуация в стране. У вас всегда так, либо только зимой? Либо только, ну, то есть... Ну, всегда так. Всегда так, да? Да, конечно. Правила клуба. Ну, пока, наверное, в кашке было... Слушайте, если по правилам клуба мне написали бы отжиматься при ходе, я должен был отжиматься? Ну, просто и так вот логически, подумайте. Ну, я понял, короче, сами придумали. Смотрите, я вам сразу скажу, что у вас в душе, да, в душе текут вот эти штуки, которые, ну, сами, дождики. Вот так, на будущее, и чтобы хозяин, который будет потом, может быть, смотреть мое видео, да, позаботился о том, чтобы убрали камень с душевых вот этих штучек, то есть, когда вода льется, когда в ней содержится кальций, по-моему, да, то, соответственно, камень образуется, вот, его надо убрать, то есть, за эту цену, мне кажется, что в общем клубе могли бы позаботиться об этом, то есть, так вы, как бы, увидите потом, видос, то есть, вам потом, да, давайте, окей, хорошо. Так, на что, ребят, скажу, идем отдавать, все дела, и полетим домой. Все, все, я вам ничего не должен, вот так вот. Ну, что ж, вот такой вот обзорчик получился, обзорчик, тренировочка, и сейчас будет мое, естественно, мнение, по всему этому вопросу. Скажу так, чтобы вы просто понимали, 12 занятий в этом зале стоит 119 рублей. Это посещение, получается, до конца, то есть, с утра и до вечера. Вот, и плюс 3 посещения зоны спа. Включено. Ну, это, скажем так, мы лично, моем, это конский ценник, но это ценник для людей, которые могут себе это, естественно, позволить. Вот, но, но, если бы цена совпадала с качеством, то, в принципе, почему бы и нет? На самом деле, я скажу так, что вот то, что вы видели, это одно. Второе, это мое личное мнение. Начнем мы, допустим, элементарно с, ну, сайт понятно, мы уже обсудили. Начнем мы прям со встречи у двери, скажем так. Вот, девчонки встретили, в принципе, хорошо, вот, но вот эти вот какие-то ограничения, моменты, они реально напрягли. То есть, потом начались какие-то тоже непонятные вопросы, хотя, ребята, пожалуйста, читайте законы. Могу ли я снимать, не могу ли я снимать? У вас камер на один квадратный метр, наверное, штук десять. Вот, поэтому по поводу съемки, ну, вопрос должен быть сразу отпадать. Я снимаю себя, сниму, если не нужно, я вас сниму, соответственно, на видео, поэтому вы на работе. Ребят, запомните, вы на работе. Вот, поэтому вот это собирание информации, ребят, кто шарит, напишите, пожалуйста, я просто не углублялся, сбор информации личной, к чему это вообще сделано, то есть, непонятно. Не знаю, кто это пишет, это делать специально, чтобы потом спам, рассылать рекламу, может быть еще какие-то моменты, куда эта информация будет передаваться, непонятно. То есть, та же книга, которая лежала без печати, без росписи, просто распечатана на четыре листа, но, ребят, это прикол какой-то, вот, если что. Вот, то есть, я попал в занятие, было мне стоило там, занятие, кстати, стоило мне, сейчас скажу, 6.90, вот, ребят, чек, пожалуйста, вот, ребят, чек, помялся, правда, немножко, но ничего страшного, вот, поэтому, как бы, я просто попал в такое время, но, обычно я хожу вечером, то есть, вечером это стоимость составляет 9.90, по-моему, там у них на сайте написано было, что не является для вашего зала, ребята, адекватом, адекватом, возможно, у вас большая аренда, возможно, еще какие-то моменты, но, как бы, вот, пропускной режим, кстати, у вас, как, не знаю где, вот, я не буду называть, есть места не столь отдаленные, поэтому, вот, примерно то же самое, потом все, как бы, накинулись, что, к чему, поэтому, по поводу, вот, этой сбора информации, температура согласен, как бы, можно мерить, но, опять же, таки, можете ли вы не допустить, человека, температурой, то есть, вопрос, хорошо, окей, у вас есть, когда есть закон о публичной оферте, вы должны это как-то обосновывать, просто то, что не пустить, вы не можете, ребят, ну, это такое себе, вот, потом дальше пойдем, кстати, я хочу заметить, что, спасибо, что не взяли денег, за бахилы, вот, бахилы, ну, я думаю, что взяли деньги, вы уже все включили, естественно, вот, второй, дальше вопрос, идем, в раздевалке, вы видели, что нету ковриков, ребят, но, если вы заботитесь о здоровье людей, ну, грибок подхватить элементарно, поэтому, пожалуйста, купите коврики, за эти деньги можно прикупить, я думаю, что, как-то позаботиться о здоровье, как вы говорите, ваших посетителей, вот, ну, это такое, забота непонятна, в скобочках, скажем, забота, дальше, ребят, у меня реально бомбануло, серьезно, то есть, я первый раз с таким столкнусь, в каких-то таких залах я не был, как бы там ни было, ни было каких-то моментов, но реально мне бомбануло, душевые, ребят, душевые, по душевым, я уже, в принципе, на ресепшене сказал, о том, что нужно убирать камешек, нужно ремонтировать, душевые, вот, а не просто оставлять, как есть, то есть, соответственно, ребят, ну, пожалуйста, сделайте уже добро, раз берете такие деньги, то, уж постарайтесь поремонтировать, вот, потому что люди ходят, люди кто-то неприветлив, там, и так далее, но на самом деле, нужно стараться делать комфорт, как вы пишете у себя на сайте, кстати, замки на ваших шкафчиках, ну, как-то работают, возможно, не так, но это возможно, я где-то что-то там не понял, вот, возможно, это так и есть, ну, ладно, дальше, идем, коридор, по коридору, ребят, вы экономите свет, не включайте его, можно включить, там реально ничего не видно, то есть, вот, где туалет у вас, где поднимаешься на третий этаж, пешочком, вот, как понимаю, кардио, там, перед тренировкой все дела, вот, сделайте, пожалуйста, свет, у вас он там, возможно, не работает, возможно, вы просто экономите, вот, по самому залу, в принципе, особых вопросов нет, тренажеры есть, в принципе, тренажеры хорошие, но не для пауэрлистинга, естественно, для занятия, такими физическими нагрузками, вот, приятный тренер, то есть, приятно все объяснил, все рассказал, что к чему, где, где чего лежит, ну, в принципе, я все понимаю, но мне было, мне хотелось услышать это, вот, там зал бокса есть, там все дела, то есть, там он закрывается, можно тренироваться, ну, короче, конечно, это не зал пауэрлистинга, по оборудованию, я не буду говорить, то есть, ну, парнисорам я туда не рекомендую ходить, потому что, в принципе, с нашими весами, с жимами, с приседаниями, там все рухнет и сломается, вот, это рассчитано на людей, таких вот, которые не особо там, с весами работают, вот, ну, а там, опять же таки, моем личном мнении, поэтому, пожалуйста, можете с ними соглашаться, вот, дальше, по еще оборудованию, допустим, мне не хватало бы, не хватало бы, гантель, то есть, гантельный ряд неполный, то есть, его нет, то есть, там, нет, он, полтинников, даже элементарно, потому что у нас, в общем, в зале, в некоторых залах, люди, и мир, тоже работают, гантельный рядер, рассчитан на девочек, мне кажется, то есть, вы покупали их, для девочек, вот, поэтому, ну, мне так кажется, не знаю, возможно, ошибаюсь, ну, в принципе, по всему остальному, у вас, вроде, места много, ребят, там, да, но, ты, обращайся на конкретно, кто будет смотреть, с этого зала, вот, у вас вроде места много, но, тренажеры, стоят очень рядом, то есть, допустим, же, муаскам, я там, я приели протестировал, все, между стойками, хотя, места достаточно, пожалуйста, расставьте их, вот, если вы стесняетесь, я не знаю, или там, у вас нет возможности, попросите, какой-то, со спортзала, он поносит их, вот, поэтому, ну, как-то, не знаю, вроде нормально, а вроде, вот, что-то не хватает, вот, сколько у вас топовый зал, судя по вашим заявлениям, то уже сделайте его топовым, действительно, не просто так, чтобы, тупо брать деньги, с людей, которые не разбираются, вообще, и, ну, в принципе, тренировочкам, тренировочку видели, все, потренировался, все, отлично, все, круто, вот, недолго, обычно, тренируюсь, сейчас, в последнее время, вот, кстати, по поводу, еще, спортзала, ребят, где вода, где вода, где вы дели воду, то есть, я понимаю, что вам нужно ее продать, вот, но, поставить кулер с водой, это не проблема, за эти деньги, ребят, это не проблема, ставьте кулер с водой, воды нет, то есть, я понимаю, что я с собой принес, но покупать я не хочу, я понимаю, что вы, наши, рассчитан на сегмент, который выше среднего идет, чтобы прийти в зал, нужно купить у вас воды, либо где-то еще купить воды, но, мне кажется, это недостаток такой, серьезно, довольно-таки, то есть, я пью, все, это, ну, как бы, это нужно, вообще, организму, то есть, ты потешь, пьешь, суки, полотенца, элементарно, как в других залах, допустим, лежат просто сухие полотенца, бумажные, купить его пачку полотенец, чтобы можно было вытереть пот, в чем проблема, я не понимаю, то есть, это, ну, проблема, видимо, есть, то есть, вы экономите деньги, на потолке не включаете все лампочки, то есть, максимально экономите, но снизится цену просто элементарно, к вам больше людей пойдет, на самом деле, зал-то, в принципе, хороший, да, то есть, хороший зал, вот, но не за эту цену, не за эту цену, есть гораздо лучше, если вы за это, цена-качество, да, то есть, вашего, дальше идем, туалет, в принципе, чистый, все хорошо, но уборщица там убирала, там, понятно, это рабочие моменты, вот, но отдельно туалет для девочек, да, ну, то есть, общие туалеты, ну, они, я гораздо хуже видел, поэтому тут вопросов нет, зашел, но перед туалетом нет света, как обычно, плюс, кстати, карточки ваши, ребята, у меня не сработала карточка, то есть, я не знал, как у меня шкафчик, и просто, мне было понятно, то есть, мне хорошо девочка помогла, и все пояснило, и не у меня только одного, при мне, еще у чувака не сработало, то есть, вы должны понимать, он тоже забыл, и тоже, короче, не сработал ваш этот датчик, который в двери висит, он не сработал, то есть, у вас есть косяки, ребят, исправляйте, исправляйте, пожалуйста, ну, а так, в принципе, ребят, в общем, прикольно, на самом деле, в зале, но я не рекомендую дойти, пока стоимость будет вот такой, и недостатки будут, вот эти вот, ну, непонятные, то есть, телодвижения какие-то, это трэш просто, реально трэш, издевательство на человека, я туда уже не вернулся, не пошел бы никогда заниматься в этот зал, есть более лояльные ребята, нормальные, то есть, которые нормально относятся, вот, спасибо, что не спросили, ключи от квартиры, где деньги лежат, то есть, я думаю, что вы введите это в правило, возможно, возможно, прокатит для кого-то, вот, ребят, поэтому, ну, в принципе, вот такой обзор, вот такой вот обзор, не очень хороший, может быть сказать, я не знаю, то есть, я сам был удивлен, очень сильно, но темнее, как есть, так есть, я всегда показываю суть, я не лазил на шкафчике, не проверял там пыль, поэтому, это можно было сделать, естественно, я думаю, что там была бы пыль, вот, но, как есть, так есть, ну, ребята, правду я уже показал, то есть, как все, всю суть, так, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, если вы ждете еще раз, такие обзорчики, пишите мне в личку, какие зала вы бы порекомендовали посмотреть, вот, я с удовольствием туда съезжу, гляну, ну, в принципе, вот, будем прощаться, всем удачи, счастья, здоровья, и не болейте коронавирусом, друзья, и ходите в правильные спортзалы.